Добрый день, уважаемые читатели! Вот уже 60 лет минуло с того дня, когда весь мир взбодоражило оживляющее известие «Человек в космосе». Это произошло 12 апреля 1961 года. Именно в этот день на космическом корабле «Спутник Восток» облетел вокруг планеты Земля лётчик-космонавт Юрий Гагарин. Будущий космонавт родился в семье крестьянина и доярки Гагариных. 9 мая 1934 года в Жадском районе Смоленской области. Из школьных предметов будущий лётчик любил историю, математику и литературу. В литературе ему нравились разные направления. Он любил стихи Пушкина, Лермонтова, Твардовского, Исаковского. Гагарина интересовало многое. Он очень любил музыку, спорт, хорошую шутку. Узнав о полёте человека в космос, многие задавались тогда вопросом, почему первым космонавтом стал именно Юрий Гагарин. А всё дело в том, что решающее слово в его пользу сказал конструктор Сергей Павлович Королёв, охарактеризовав Гагарина как человека конструктивного, умеющего быстрее всех принимать важные решения. Юрий Гагарин был первым, кто увидел, что Земля в самом деле круглая и голубая, и очень красивая. Полёт длился 108 минут, но эти минуты перевернули мир, все представления о возможном и невозможном. Человек без примерной храбрости, мужественный и целеустремлённый, выполнил необходимые задания и приземлился в намеченном месте. После удачного приземления Юрий Алексеевич доложил руководителю страны Никите Сергеевичу Хрущёву, что программа полёта была выполнена успешно. Полёт Гагарина, совершённый во имя мира, прогрессом, счастья людей, это феноменальное событие мирового масштаба. Это первый шаг человечества к звёздам. Человек на орбите, то, что тогда 12 апреля казалось фантастикой, стало реальностью, и об этом сегодня говорят во всём мире. Именно в этот день сбылась самая фантастическая мечта человечества – полёт в космос. День космонавтики – это важная дата для нашей огромной державы. Уважаемые читатели, вашему вниманию была представлена книжная выставка. Более подробно о жизни Юрия Гагарина и других лётчиках-космонавтов вы сможете узнать, посетив нашу библиотеку. Спасибо за внимание. До свидания. До новых встреч.